Дороги становятся все безопаснее и качественнее в рамках приоритетного проекта. Только в столице республики планируют отремонтировать порядка 30 километров проезжей части. Работы выполнены более чем на 60%. Какие технологии применяют подрядчики и как общественная комиссия принимает новые дороги? Подробности в нашем материале. Лыжероллеры на проезжей части горожан уже перестали удивлять. Этим летом спортсмены помогают заказчикам проверять качество асфальта. Дорога на улице по 3 Солумумбы приемку прошла. Общественные активисты поставили подрядчикам отличные оценки. Ровная, без... То есть вибрация она постоянно... Одинаковая, да? Одинаковая, да. Или хуже, лучше где-то возникает? Нет, но относительно везде прямая дорога, без больших выпалостей и впадин. В этом году столичные трассы принимают в 5 этапов. Качество асфальта проверяют представители администрации города, общественные активисты и специалисты независимых лабораторий. Мы пригласили профессионалов из Казани на конкурсной основе, которые осуществляют строители контроль за мостом и за всеми дорогами на территории города. Мы также публичные процедуры провели, пригласили всех желающих для этой работы. Сформировалась группа из 19 человек, которая еженедельно, ежедневно проводит эту работу. Тотальный контроль на дисциплине подрядчиков отразился. Уже были примеры, когда дорожникам приходилось устранять недоработки. Для каждого участка разрабатывают рецепты ремонта. На улице Гузовского сняли полностью старый слой асфальта. Из этого материала на заводе готовят новую смесь. Прочность проезжей части увеличилась в разы. Мы же сделали проект каждой дороги, применили технологию. Где-то горячее рециклирование, где-то холодное, где-то было достаточно просто верхнего слоя асфальта, там, где есть хорошее основание. Это мы делали выемки, по 3-4 выемки, где-то 2 выемки. Делали с каждой дороги, отвозили в лабораторию, консультировались. На улице Гагарина ремонт дороги начался недавно. Фронт работ большой. Подрядчикам предстоит расширить проезжую часть и перекрестки, перенести столбы, заменить бордюры. Вообще, отмечает глава администрации города, при разработке плана ремонта дорог, особое внимание было уделено увеличению пропускной способности. В сторону рынка, если двигаться, там как-то передвинется. Там тоже расширяем этот проезд. Потому что сегодня там вообще очень сложный стал. От улицы Петрова до Ленина, вот этот остановочный павильон расширяем. В этом году только на ремонт дорог в столице было выделено более 700 миллионов рублей. Такие средства чебоксары получили впервые. Вижу, как идут работы. Вижу, что город развернул на всех объектах. Идет быстрее графика. Поэтому сегодняшний поезд, в первую очередь, показал, что готовность подрядчиков, выбор технологии. И самое главное, что есть контрольные мероприятия, которые вселяют надежду, что дороги будут служить долгие-долгие годы. Этим летом в столице республики развернулась грандиозная кампания. По ремонту центральных трасс. В следующем году городские власти намерены реконструировать второстепенные дороги и дворовые проезды. В следующем году в рамках приоритетного проекта на ремонт дорог и дворовых проездов заложат порядка миллиарда рублей. Планы сейчас первоочередные на 18-й год составить перечень дорог, определиться по объемам финансовым. И самое главное, подойти к концу года с проектами, чтобы можно было в первом квартале отторговаться. Не забудут и о дворах. В планы на ближайшие годы десятки адресов. Предстоит отремонтировать не только проезжую часть, но и благоустроить парковочные места, тротуары и детские площадки. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.